Сегодня состоялось открытие международной конференции. Цель изучения успешной международной практики по измерению прогресса в области прав человека в мире, определение национальных показателей, разработка индикаторов касательно обеспечения соблюдения и защиты отдельных категорий прав и свобод человека. Отечественные и зарубежные эксперты в области прав человека собрались сегодня в Ташкенте, чтобы разобрать индикаторы касательно обеспечения соблюдения и защиты отдельных категорий прав и свобод человека. гражданских, политических, социальных, экономических, культурных. Сама конференция проходила в формате одного пленарного и четырехсессионных заседаний, в ходе которых рассмотрели национальный и международный опыт в сфере, остановились и на целях устойчивого развития. Было отмечено, что в Узбекистане защита прав человека рассматривается как один из приоритетов государственной политики и взаимодействия с международными партнерами. Сегодня в стране создана устойчивая политическая система, отвечающая современным критериям демократии и прав человека. Будучи здесь, участвовать в этой конференции, я вижу, что нам очень много предстоит узнать и поучиться в Узбекистане. Один из самых главных факторов, который я заметил, что в Узбекистане существует целый ряд различных учреждений, в Вене, в частности, Центр по защите и обеспечению прав человека. Необходимо отметить, что в Китае на сегодняшний день таких отдельных центров нет, к сожалению. Сейчас проведаем и также Законодательная палата Китая, также работают над вопросом создания таких отдельных учреждений по правам человека. По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Узбекистан, парламентариями был принят план действий по сотрудничеству в данной сфере с офисом Верховного комиссара, в котором отражены более 90 конкретных мероприятий. В 2017 году это был как-то специальный год для прав человека. Сначала целый ряд реформ правительства, которые направлены на улучшение и введение международных стандартов по правам человека и наблюдение прав человека, исполнение международных рекомендаций, международных механизмов, комитетов, спецпроцедур. Это очень важное движение. И после этой визиты Верховного комиссара, которая прошла очень успешно на высоком уровне, правительство приняло план действий, который мы, в том числе эта конференция, это исполнение одного из итогов этого плана. Практика показывает, что эффективное осуществление прав человека зависит от наличия соответствующих инструментов для дальнейшей разработки мер по развитию той или иной области. Я была в прошлом году в Узбекистане и за год вижу, какие колоссальные перемены произошли в обществе. Сегодня развернуты виртуальные приемные, которые позволяют каждому человеку достучаться до органов власти и попросить, если не сказать, что потребовать восстановления нарушенных прав, проверки тех решений, которые он считает несправедливыми. В действие вступила стратегия, национальная стратегия, которая огромным блоком включает положения, связанные с качеством жизни человека. Обсуждаемой теме была посвящена и выставка, на которой более 10 организаций представили свои публикации. Завтра конференция продолжит работу в Самарканде.